У жителей этого дома по улице Ньютона уже несколько месяцев нет горячей воды. Еще в июле прошлого года коммунальники проводили ремонт. В связи с этим горячую воду сначала отключили совсем, затем уже в октябре подачу возобновили. Но из крана пошла только холодная. Температура воды, как утверждают жильцы, не превышает 20 с небольшим градусов. Больше всего из-за неудобства страдают молодые мамы с детьми и пенсионеры. Маленький ребенок, купать мы не можем, греем каждый день воду. Со вторым ребенком догреваем по воде, потому что надо ее больше воды. Посуду не помыть. Неудобства большие. Из-за постоянного подогрева воды расходы на оплату газа, говорят жильцы, увеличились в два раза. Кроме того, за горячую воду тоже платят по полной стоимости. Ежедневно харьковчане звонят в диспетчерскую по несколько раз, но говорят, уже почти полгода сценарий один и тот же. К ним направляют контролера, который замеряет температуру воды, составляет акт и уходит. Однако после таких визитов никаких результатов до сих пор не было. Мы вот звоним по 30-40 человек, на 15-62 мы звоним. И тем не менее гоняют, извините, бедную контролершу, по-другому как бы не скажешь. Она приходит, она замеряет, она составит акт, но возыны не там. Люди приходят с работы, люди не могут ни покупаться, ни посуду помыть, ничего. Но ведь вот у нас микрорайон, у нас тут буквально четыре больших дома. В тех домах вода горячая, хотя раньше, говорят, было так, что там не было воды. По словам жильцов, после того, как в Харьковских тепловых сетях на заявки совсем перестали реагировать, они написали письмо мэру Харькова Геннадию Кернесу. Однако и от него ответа пока не получали. В пресс-службе Горсовета новостям АТН сообщили, что информация уже была передана руководству КП «Харьковские тепловые сети». В свою очередь, в пресс-службе КП «ХТС» подтвердили, в доме действительно существуют проблемы с теплоносителем, а количество заявок от жильцов зашкаливает. На вопрос о том, почему проблема в течение длительного времени не решалась, ответили, что уже сейчас на предприятии разбираются в ситуации. Начиная с сегодняшнего дня, решение проблемы находится под личным контролем начальника Коминтерновского филиала. Поможет ли этот контроль подогреть воду до нормальной температуры, жители очень хотят проверить. Лариса Говина, Александр Параценко, агентство телевидения новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова